Уважаемые зрители и подписчики, вот видите по-прежнему Алексей Реев и рубрика беседы о фантастике для взрослых людей. И давайте мы с вами сегодня поговорим о такой вещи, как андроиды. Точнее, основной темой для общения сегодня будет роман Филиппа Киндрада Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Другой вариант – сняться ли андроидами электрические овцы. Поговорим мы об экранизации, поговорим мы о самих андроидах, ибо с ними тут не всё так просто и однозначно. И, наверное, я не буду говорить о том, что так получилось, что фильмоделы умудрились фактически запихнуть в одну вселенную. Андроидов из художественного фильма «Бегущий по лезвию», который является экранизацией, сняться ли андроидами электрические овцы. «Чужих», потому что андроиды из «Чужих» и «Чужого» и остальных фильмов вроде как сделаны на той же фабрике. И художественного фильма «Солдат» с Куртом Расселом в главной роли, где тоже появляются андроиды, которые внезапно сделаны тоже на той же фабрике. Да и послужной список главного героя тоже как бы намекает. Вот. Этого я всего касаться не буду, потому что мне интереснее поговорить именно об андроидах, о романе и о том половом вещах. Итак, роман Филиппа Кинда Дадика «Снят с ли андроидами электрические овцы». Правда, как я уже говорил, мне впервые попался на глаза перевод именно «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» Ну и, как говорится, сработал «Синдром утёнка» и всё такое прочее. Хотя это тоже к делу отношения не имеет. О чём же данная книга? Данная книга о будущем. Об авторском видении этого самого будущего. В котором, как бы, где-то в годах 70-х, 80-х прошлого 20-го века произошла, конечно же, война с обменом ядерными ударами, конечно же, между СССР и США. Конечно же, если верить автору, то СССР же напал первым. Кстати, что характерно, в книжке-то действуют русские персонажи. Ну, это так. Ремарка. Вот. И, короче, дело происходит уже после этой самой войны. И, как показала практика, на самом деле всё не так уж и плохо. Несмотря на то, что Землю они всё-таки убили. Убили до такой степени, что на Земле не осталось вообще уже никакой живности. Практически никакой. Вот. Люди всё-таки не вымерли. Люди активно расселяются, ну, в книжке по Солнечной системе. Это в фильме, как бы, люди двинулись гораздо дальше. В книжке же речь идёт о Марсе. О том, что людям, тем, у кого всё хорошо с наследностью, здоровьем и остальными вещами, ну, например, с интеллектом, даёт возможность эмигрировать на Марс. Чтобы людям там было проще жить, тем, кто собирается эмигрировать, выделяют андроида. Ну, по крайней мере, в книжке их называют андроидами. Вот. И, типа, вы летите на Марс в новое светлое будущее и там живёте дальше. О том, как именно там люди должны были жить, автор, конечно же, не упоминает. Ну, потому что роман, по большому счёту, не об этом. Вот. Правда, по какой-то странной причине, андроиды периодически с Марса возвращаются, убив там своих хозяев. И пытаются жить на Земле. Нелегально, незаметно и вообще. О том, почему их всех так влечёт на Землю, роман, к сожалению, не упоминает. Возможно. Ключево слово возможно. Всё дело в том, что там, на Марсе, они всё-таки рабы. Рабы людей. Вот. Как говорится, как бы ты к этим самым андроидам не относился, но всё равно. Людьми они себя чувствовать не будут. А согласитесь. Высокоразумная машина. С хорошо разным интеллектом. И внезапно оказывается на положении раба. Конечно, роман нам не говорит, какие именно задачи должны были выполнять эти самые андроиды. Это как-то больше раскрывает художественный фильм. Бегущий по лезвию. Ну, там. Одна из репликантов в фильме, использует именно этот термин, была как бы сотрудницей, как бы это помягче сказать, увеселительного заведения для взрослых. То самое, которое с тремя иксами. Что же касается романа, то там тоже была, например, Люба Люфт, танцовщица. Ну, а танцовщица, как бы, это, конечно, танцовщица, да. У них там в Штатах вообще эвфемизм есть под названием экзотические танцы. Ну, знаете, такие экзотические танцы, когда в процессе танца на танцовщице остаётся всё меньше и меньше одежды. А что происходит потом, ну, это уже, как говорится, всё зависит от фантазии автора. Вот. Так что всё может быть. Вполне себе. Могло так выходить, что кто-то использовал андроиды как помощника по каким-нибудь вещам. Для кого-то это был слуга, ну, что-то вроде Альфреда, для Брюса Вейна или что-то в этом роде. Ну, а для кого-то андроид, неважно какого пола, был нужен для удовлетворения нескольких иных потребностей, если вы понимаете, о чём я. Вот. И понятное дело, что на Земле с таким смириться не могли, что андроиды возвращаются. И были организованы специальные отделы при отделениях полиции. Сотрудники которых, будучи такими эдакими баунтихантерами, охотниками за оградой, занимались тем, что получали задание на изничтожение вернувшихся на Землю андроидов, Атлак, как бы находили их и обезвреживали. Проблема была только лишь в одном. Вот скажите, что вы представляете себе при слове андроид? Ну, наверное, в первую очередь гуманоидного робота. Например, если содрать с персонажа Арнольда, нашего Шварценеггера, нового образа из терминатора, человеческую плоть, то как раз и получается андроид. Ну, потому что андроид в переводе на русский язык это человекоподобный. Честно говоря, при первом прочтении, когда я был очень, как бы, юным товарищем, я тоже не совсем понимал, что же означает именно андроид. Зачем, как бы, им всем проводят вот эти вот все тесты, 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 тесты. Вот. А потом я внезапно понял, что андроиды-то эти не просто андроиды, а биороботы, скорее, или даже биокибер. То есть, машина, которая практически неотличима от человека, по крайней мере, без сложных медицинских анализов определить, кто перед тобой, практически невозможно. Да, они выведены искусственно, да, их мозг работает немножко не так, как наш, он полностью создан искусственным, но все-таки, в первую очередь, эти машины биологические. Возможно, в какой-то степени, они сродни биокиберу Дион Дюрангу, который был описан советским писателем-фантастом Александром Тасленко. Вот. Кстати говоря, если кто-то не читал его произведений, рекомендую. Они довольно интересные. Вот. Итак, значит, андроиды. В фильме, как я уже говорил, их называли репликантами. Они очень похожи на людей. Фактически, их от людей не отличить. Вот. Единственное отличие, это то, что у них полностью отсутствует эмпатия. Кстати говоря, вот эти вот тесты на эмпатию, которые в книжке упоминаются, они упоминаются и в фильме. Ну, в фильме, это, собственно, про эмпатию практически ничего и не говорится. И, как бы, если кто-то не читал книгу и смотрит фильм, он не понимает, что же должны были выявить эти самые тесты. Что же касается книги, то тут все худо-бедно понятно. У этих самых андроидов или же репликантов отсутствует эмпатия и на основании этого они человеками не являются. с другой стороны в книжке даже сказано а что вы будете делать если у человека именно у человека по какой-то причине отсутствует эмпатия. Или если он просто не понимает суть тех событий, которые описаны в этих самых тестах. Ну, вот, например, по руке у тебя ползет оса. Она тебя может ужарить, ты как бы этого боишься и ее с руки смахиваешь и, естественно, ты ее можешь убить. С одной стороны, допустим, ну, если вот проводить этот самый тест с человеком нашего времени с человеком как бы ну, который тихо видел ну, а самого-то ужарить как бы ну, ее нафиг с одной стороны конечно пусть ползет вдруг даже и не ужалит а с другой вдруг ужалит так что я ее аккуратненько так постараюсь убрать. Хорошо. Человек того времени описываемого в романе который как бы понимает, что возможно это аса последняя на земле а я ее убью. Спойлер последняя аса точно быть не может потому что аса это рабочий бесполый как бы организм и так далее и тому подобное. Понятно, что для человека того времени аса это что-то священное он ее естественно трогать не будет. Хорошо. А если здесь идет о человеке который вырос ну, хотя бы на орбитальной станции там ос знаете или нет он в глаза не видел. Ну, ползает оса и что? Уже интересно. Не так ли? Вот. Кстати говоря, роман так не дает ответа на этот вопрос. Что вы будете делать если столкнетесь с человеком, который действительно не до конца понимает суть этих ваших тестов. зато в романе есть сцена которая очень хорошо показывает отсутствие эмпатии у этих самых репликантов биокиберов и т.д. и т.п. Кстати, говоря, сцена очень сильная и очень я бы даже сказал отвратительная. Репликанты оказались в квартире у Джона Исидора. Человека, который является ну, немножечко так не в порядке у него с головой. как не в порядке с головой. Такого человека, как Джона Исидор, я бы назвал блаженным. Потому что он действительно ведет себя ну, как блаженный человек. Он любит жизнь. Он не понимает то, то есть потом они ему объясняют. Но, по-моему, он сам до конца все уже не понимает, что они не люди. И вот значит они сидят у него дома, смотрят телевизор, как бы глумятся на передачах. Я уже сам плохо помню внезапно вид паука. Обычного саринсететического паука. Ну, может быть довольно-таки крупного. Для Джона Исидора паук это паук это паук. Ну, в конце концов живое существо. Как бы для него каждое живое существо это что-то с чем-то, что-то, что положено уважать и т.д. и т.п. А вот что касается репликантов, для них паука это просто паук. И, видя, что Джон Исидор пытается о пауке позаботиться, как-то ему помочь, они начинают глумиться. и над Джоном Исидором, и соответственно пауком. Я не буду пересказывать эту сцену, скажу, что паука они изуродовали. Казалось бы, просто паук. А если разобраться, учитывая, что на земле практически не осталось никакой жизни, я имею в виду именно животных, растения, вот, паук действительно как бы был чем-то прекрасным, редким, ну, короче, живым существом. И вот эта сцена нам очень хорошо показывает, что же это за репликанты-то за такие. Вот. И, знаете, вот именно после этой сцены, ну, казалось бы, паук, это же просто паук, ну, блин, ну, паук. Но, учитывая те реалии, в которых происходит действие, ты начинаешь понимать, Рик Декард, в смысле, главный герой романа, возможно, не такой уж и плохой человек. Вот. Конечно, роман довольно-таки длинный, роман далеко не самый простой, там очень много завязано вот на этой самой истории с отсутствием живности, ну, помните, наверное, что этот самый Рик Декард очень страдал от того, что овца у него не настоящая механическая, вот, помните, наверное, тот разговор с соседом, у которого была лошадка Шуром, когда сосед сказал, что скоро у меня будет две лошадки, а Рик Декард ему говорит, ну, может быть, ты мне парляш одну? Зачем, у тебя же есть животное? Есть животное? Смотри, как у меня животное, демонстрирует ему, овца у него не настоящая, потому, что когда-то у него была овца живая, но потом она поранила ногу, столбняк, и овца у него кончилась, вот. Вот эта тема с животными, с эмпатией, тоже, кстати, тема очень важная, все это, что характерно, в фильме было полностью убрано. В результате, конечно, фильм стал довольно-таки неплохим нуарным детективом, скажу честно, фильм, как бы если его смотреть в отрыве от романа Филиппа Кадика, он, в принципе, даже неплох. Там прекрасный Харрисон Форд, прекрасный Рутгер Хауэр в роли андроида Роя Бати, Репликан Роя Бати, который под конец толкает эту речь, прекрасная финальная боевая сцена, но, к сожалению, фильм не не пригласил с собой и половины того, чем хорош и именно роман Филиппа Киндрада Дика. Вот. Как бы я, конечно, могу тут рассказать и про Вилбора Сострадающего и про то, что очень много на земле все-таки уже этих самых репликантов, андроидов, как угодно их можно назвать, очутилось. по крайней мере, помните тот эпизод, когда андроиды говорят вот этому самому Джону Исидору, что а ты знаешь, что вот этот вот бастер френдли, ну, как бы известный популярный телеведущий, который ведет шоу в режиме 24 на 7, он из наших. И все его друзья-товарищи тоже из наших. в принципе это вполне себе правдоподобно, особенно если учесть, что ну, знаете, вести телешоу в режиме 24 на 7, ну, я бы не смог, например. А он так уже делает не один год. И вот это вот дело, когда они очерняют вот эту историю с Вилбуром сострадающим, типа, а вы знаете, что все это постанова, вот мы там отыскали человека, занимался спецэффектами для всего этого дела. тоже, как бы, понятно, для чего они это делают. Вот. Так что, как я уже говорил, фильм «Бегущий по лиду», он, конечно, реально хороший, интересный, но книга все-таки. Книга это совсем другое, она как бы лучше и интереснее. Но давайте вернемся все-таки непосредственно к андроидам, репликантам, диокиберам и так далее. Итак, что с ними не так? Да, по большому счету все. Ну, имеется в виду, что они отличаются от классических андроидов, роботов, биороботов, которые нам известны. Ну, как я уже говорил, кроме разве что биокибера Дион Дюранга. Повторюсь, если вы про него не читали, то я рекомендую. Они практически ничем не отличаются от людей. То есть, у них живая кожа, там, скелет, возможно, конечно, кости более прочные, чем у нас. Вот, мозг работает по-другому, вполне себе может быть, что он, как бы, он даже выглядит может по-другому, потому что там как раз шла речь о мозге типа Nexus 6. Но, что касается вот именно внешнего вида, этого самого репликанта ты от человека не отличишь. Ну, кстати, сие вполне себе логично сделать машину полностью похожую на человека, чтобы ну, как бы проще было с этой машиной взаимодействовать. Согласитесь, одно дело отдавать приказ в какую-нибудь ящику на гусеницах или на колесиках, и другое дело, когда перед тобой такой же человек. Для кого-то он может стать прекрасным компаньоном, товарищем, телохранителем, в конце концов, с функцией собутыльника. Прошу прощения, но я тут не мог не процитировать роман Ольги Горомыка «Киборг и его лесник». Вот. Ну, а для кого-то задается мне, что среди тех, кто переезжал на Марс, получая такого андроида, для кого-то это действительно идеальный слуга, на котором можно наорать, повысить голос, унить, оскорбить. Знаете, такие все-таки среди американцев то мало будет. Вот. То есть, они практически ничем не отличаются от людей. Как там было в звездный крейсер, галактика. Они выглядят и ведут себя ну или же чувствуют как люди. Некоторые из них запрограммированы и думают, что они люди. Кстати, сдаётся мне, что сценаристы звёздного крейсера «Галактика», естественно, я про более поздний сериал 2003 года, как раз этим романом и вдохновлялись, потому что всё-таки вот эти вот человекополубные сайлоны, ну, знаете ли, они очень сильно похожи на андроидов или репликантов. Вот. И знаете, вот честно, эта идея с тем, что андроиды или же репликанты были очень сильно похожи на людей, так что без сложных медицинских тестов их отличить от человека было практически невозможно. Эта идея лично мне кажется интересной. Конечно, я считаю, что вот эта вот идея с эмпатией о том, что у репликантов её нет, это может быть таким косяком, потому что есть люди, у которых эмпатии отсутствуют. Вот. Но вполне себе может быть, что автор имел в виду, что у людей вот в таком вот послеядерном будущем ну, как бы эмпатия по отношению к любой жизни появится сама по себе. Но это уже, как говорится, тот вопрос, ответа на которого мы не получим. А так, я что хочу сказать? Лично мне роман Филиппа Кинда до Дика «Снят с Леонроидом электрические овцы» как бы понравился. Если вы его не читали, я рекомендую это дело исправить. Если же вы смотрели только художный фильм Ридли Скотта, ну, я же говорил раньше, что он был отличным режиссером. Ну, попробуйте почитать книгу. Да, это совершенно другое произведение на совершенно другую тему. Там, по сути, фильме от романа вот только то, что будущее, андроиды-репликанты, охотник Рик Декарт и имена некоторых андроидов. И все. Что касается остального, это абсолютно разные вещи. А с вами по-прежнему был я, Алексей Реев. Спасибо, что досмотрели видео. До конца поддержали вашими королевскими большими пальцами вверх. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Ну, и всем хорошего, живите долгой, продолжайте и до встречи на моем канале. Вот он, хозяин квартиры Беззубик. Помните у Хайнлайна в романе «Космическая семья Стоун» были плоские кошки с Марсом. Беззубик вполне плоский кот. Потому что, когда он лежит, он абсолютно плоский. Вот. Но все-таки какой уж он красивый. Это котенька.